До 2020 года Украина должна довести потребление возобновляемых источников энергии до 11% в общем балансе. Показатель вполне реальный, ведь наш потенциал в этой области значительно выше. Мы создали атлас возобновляемых источников, ежегодно его обновляем. Мы показали, что наша страна владеет техническим потенциалом в 98 миллионов тонн условного топлива. Это почти половина того, что потребляет Украина на все свои нужды, на тепло, на электроэнергию, на транспорт. То есть 50% потребностей можно восполнить за счет возобновляемых источников энергии. Наши природные условия способствуют развитию всех основных видов возобновляемой энергетики и солнечной, и ветровой, и гидро, и био. Отечественный научно-технический потенциал достаточно высок. К тому же мы начали совершенствовать законодательство, благодаря чему интерес инвесторов должен увеличиться. Ведь, например, в прогрессивном в целом законе о так называемом «зеленом тарифе» были заложены коррупционные составляющие, из-за которых зарубежные компании мало вкладывали в нашу альтернативную энергетику. Сейчас преграды разрушаются, поэтому можно ожидать активизации рынка. А отечественные ученые готовы предложить наработанное решение. Так, в Институте возобновляемой энергетики разработали комбинированный фотогелиокомплект, в котором минимизирован основной недостаток обычных кремниевых солнечных фотопреобразователей – потеря мощности из-за повышения температуры. Поскольку они работают в одном синем спектре и со временем изнашиваются. А солнечные коллекторы воспринимают красное тепловое излучение. Сочетание этих свойств повышает эффективность устройства. Винд вырубляет электроэнергию. Комплект производит электроэнергию и дает горячую воду. При этом охлаждающие фотобатареи поднимают КПД на 15-20% больше. Если же брать отдельно гелиоприемник и отдельно фотоприемник, это дороже и менее эффективно. И меньше эффективно. Для повышения эффективности у ученых института химии и высокомолекулярных соединений имеется свое предложение. Специальное покрытие, которое будет служить защитой от повреждений для фотоэлементов, а также на 15% повысит их КПД. В свое время в ветроэнергетике Украина занимала 11-е место в мире. Сейчас несколько утратила свои позиции, но может их вернуть, если наработанные учеными новации поддержать инвестициями. Скажем, достаточно сильной в этой области является Харьковская школа. Есть хороший пример отечественной ветроэнергетики, когда на базе предприятия в городе Харькове «Мир ветра», которая основывалась фактически на научной базе ХАИ, были разработаны малые ветрогенераторы сугубо украинского мышления, на сугубо отечественных конструкторских идеях и технологиях. Они установлены в таких, например, странах, как Португалия, Германия, Венгрия, Польша, Болгария. Их отправляли на Кубу, в Китай, Корею, само собой в Россию и по Украине. В последние годы, к сожалению, они не имеют большого сбыта, так как производство требует инвестиций. Отечественные конструкторские решения выгодно отличаются оригинальностью по сравнению с западными аналогами и ценой по сравнению с китайскими, как, например, разработанный харьковскими конструкторами аэромеханический регулятор для ветрогенератора. Чем быстрее она вращается, тем больше открывается. А если слабый ветер, вся плоскость действует, чем больше скорость ветра, надо уменьшать плоскость, иначе машина вознесет. При этом генератор все равно работает. Значительную долю в энергетике имеет шанс получить биотопливо. Научную основу обеспечивают исследования ученых Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы. Они ищут эффективные виды растений, которые лучше растут в наших широтах. Среди завезенных наиболее интересный мискантус, а среди аборигенов – верба. Из нее изготавливают пеллеты, являющиеся сырьем для твердотопливных котлов. Эффективность последних подтверждает успешная реализация проекта по переводу на альтернативное отопление комплекса национального ботанического сада имени академика Гришко. Идеи, разработки и технологии, внедренные в проекте, сугубо отечественные. Теперь ботсаду удается экономить более трети средств по сравнению с газовым отоплением. К тому же комплекс полностью автоматизирован. Выгорание топлива максимальное. Соответственно, вреда окружающей среде практически нет.